Здравствуйте! Три вопроса, но их можно объединить в один. Можно ли выполнять правила Иисусовой молитвы, а не молитвами из молитвослова? Как, когда готовишься к причастию, не обременить себя духовным деланием молитвы и так далее? И еще слышал, что к причастию нужно подходить, когда чувствуешь себя достойным. Но и слышал, что надо себя, наоборот, чувствовать недостойным. Как это? Заранее спасибо за ответ. С последнего начну. Если вы себя почувствовали достойным, подойти к причастию, то вам туда как раз нельзя. Как раз это есть признак того, что вам, как раз, причаться нельзя. Я достоин? Как же я достоин? Кто достоин? Мы приступаем к Господу Богу и Спасу нашему Иисусу Христу. К Христу приступаем. Кто достоин? Вообще никто не достоин. Хоть ты с утра до ночи молился и слезами обливался, и в грехах своих раскаивался, и совсем по-настоящему, в течение недели заливался, просто плачем о своих грехах. Реально. Даже в этом случае ты, кто ты, чтобы подходить ко Христу. Так что никто не достоин. Никто не достоин, отсызавшийся плоскими похотьми и слостьми, приходите или приближитесь, или служите Тебе, Царю Славы. Никто. Да, это однозначно. Но при этом что? Здесь бывает такой тонкий момент, когда плохо подготовился, и что-то там не прочитал, и что-то там не попастился, или еще что-то, и какие-то сомнения в душе, и вот это вот, что-то я не готов, да, вот такие вот сомнения. Но здесь решать вам, вот в такой момент. Конечно, можно обратиться к священнику и сказать, батюшка, вот как? Священник может какой-то там случай разрешить и сказать, ну хорошо, иди вот причайся. Ну, выслушал, понял, хорошо. А иногда, может, и не знать, ну то есть, как вот в душе себя просто... Ну, к примеру, пример такой. Вот вы готовились к причастию, вот вы прочитали правила, вот вы попастились, вы собирались на исповедь пойти и даже, может быть, сходили, например, вечером, а утром хотели причащаться, к примеру. И вот у вас дома возник какой-то конфликт, вы поругались с кем-то и ужасно расстроились, если вообще у вас все просто рухнуло. Вот как в таком состоянии, подходить, не подходить? Бывают такие вот искушения? Вот как вот? Здесь решать, конечно, вам. Если сомнения очень серьезные, то можно, конечно, отложить. Но имейте в виду, что если вы так будете все время откладывать, то может так случиться, что вы никогда и не подойдете. Потому что лукавый вам обязательно какие-нибудь шпильки будет вставлять. Теперь вот, что касается молитв. Можно ли заменять Иисусовой молитв? Ну, в принципе, да, можно. В некоторых молитвословах древнего издания, революционного, указывается количество. Потому что множество безграмотных в людей просто было. И за канон такой-то столько-то Иисусовых молитв, за вечерние правила столько-то Иисусовых молитв. Ну, там есть такое вот. Можете обратиться к священнику, получить для него благословение. Но мы сейчас все люди грамотные, почему, зачем заменять? Если вы где-то в дороге или еще что-то, это одно дело. А если вы в стандартном штатном режиме, то какой смысл? Ну, можно заменить так, теоретически можно. Раньше вообще люди молитвослов не имели, столетиями никаких молитвослов не было. Молились Иисусовой молитвой. И ничего, справлялись. Но раньше люди были без высшего образования все-таки. А у нас сейчас все возможности есть. И пренебрегать этими возможностями, мне кажется, не очень правильно. Ну и как не обременить себя духовным деланием? По-моему, как раз нужно обременить. Вы здесь, наверное, спрашиваете не об обременении, а как не переусердствовать. По известной поговорке, заставить дурака Богу молиться, так он и лоб расшибет. Как не расшибить себе лоб? Вы, наверное, об этом спрашиваете. Помните пункт третий, который я вам сначала сказал, что никто не достоин. Как бы ни готовился, как бы что ни делал, все равно будешь не достоин. Поэтому здесь немножко, чтобы не переусердствовать, вот это вот помнить нужно. Но в то же время как не обременять? Нужно обременять. Иначе это что за духовное делание? Это и так прохлаждаться просто. Так что вот так вот. Я не могу вам более конкретизировать ответ. Почему? Потому что это все очень индивидуально. Вот для одного человека в его духовном состоянии, сегодняшнем, современном, для него вот такая-то нагрузка будет оптимальна. А для другого человека, который, может быть, только первые шаги делает в церковь, для него такая нагрузка будет совершенно непосильная ноша. Ему нужно, конечно, все облегчить значительно. А для какого-то нужно, наоборот, еще усилить там. Это все зависит от духовного состояния человека, от его степени активности в духовной жизни, его опытности. И поэтому здесь все очень индивидуально. Поэтому больше я вам конкретнее сказать не смогу. А вот так более такой универсальный ответ я для всех дал. Помогай Господь!